Ну что, экскурсия по ботаническому саду или как это, Эдемскому саду ореховому у Киктенко продолжается. Вы помните, я публиковал материалы по ореху колонновидному. Вот, пожалуйста, он уже в плодоношении. Это, по сути дела, один ствол. И на нем орехи. Орехи, 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 и орехи до самого верха. Значит, конечно, это интересная форма. Мы что угодно видели. Орехи, которые раскидистые, орехи, которые лежат на земле ветвями. А это колоровидная форма. Но по качеству она меня пока не очень радует. Опа. Ну, проверим, что это за качество. Орехи. Ну, качество. Качество неплохое. Пожалуйста. Хорошо выделяется. Светлое ядро. Сейчас на вкус попробуем. Отличный масляный вкус. Вот она. Орех колонновидный. Кто морочил мне голову, кто интересовался, вот, пожалуйста. Он есть таковой. Ну, наверное, все-таки придется с ним работать. Убирать эти жировые побеги. А здесь кругом заложены плодовые почки. Плодовые почки. Вот здесь, ниже плодоношения, плодовые почки. Вот они. Ниже плодов. На этих плодушках. Плодовые почки. Поэтому плодоношение будет обильным и на будущий год. И какую схему, пожалуйста. Орех. Ну, на солнышко мы его вытащим. Орех достаточно красивый. Да, это колонновидный. Пойдем дальше. Вот это вот мой новосел. Его код 78-2. Ихиава. Ихиава. Привит зимой этого года. Посажен весной. Дал прекрасный прирост. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре. Дерево. Ихиава. Что это такое? Почем ему цена в базарный день? Мы посмотрим через год. А пока говорю, что мы расширяем круг своих, своей коллекции. Идем дальше. Это достаточно хорошо известный сорт. Это американский сорт Бродвей. Вот. Значит, хрона у него приподнятая. Это очень. Это решает многие проблемы и с уборкой, и с организацией орехового сада. Видите, урожай у него был. Он созрел немножко раньше, осыпался. Смотрите, у него было латеральное плодоношение. И на будущий год, пожалуйста, вот. Обратите внимание. Вот эта вот центральная почка, опекальная, она, естественно, даст урожай. Вот эти вот тоже две почки, по крайней мере, две почки тоже дадут плоды. А вот урожай этого года, видите, вот он. Урожай этого года был на латеральном побеге. Ну, сейчас мы найдем, может быть, какой-то неперестоявший орех. Посмотрим его качество. Этого америкоса. Орех красивый. Ну, конечно, то, что я вам показывал. Синьцзян базар, значит, три. Вот вообще никакое сравнение идет. Вот вообще красавец. Ну, смотрим этот. Ну, 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 Бродвей давай. О, что он так сопротивлялся? О, пожалуйста, какой красавицы. Да, америкос. Все при всем. Значит, все при всем. Значит, Бродвей. Не вымерзал. Ни одной верхушки сухой нету. Значит, имеет достаточно хорошо выраженное латеральное плодоношение. Это дерево у нас, значит, базовое, контрольное. Идем дальше. Тоже Бродвей. Это новосел в моей коллекции. Код 825. Вандер. Вандер. Не знаю, чем он хорош. Это обмен своими коллегами. Они что-то присылают мне. Я им отправляю тот, чем богат. И таким образом коллекция моя пополняется. А вот видите, это мульча. Это семенники свеклы. Их привезли, закинули. Это мульча. Она работает. Вот здесь навоз. Все, что можно, до чего можно дотянуться, тоже Бродвей. Вот видите, орешки лежат на земле. Они очень хорошо, значит, они равномерные. Вот тоже есть показатель орехов, равномерность. Потому что есть такие сорта, которые есть, как горох, есть такие, как кулак. Это на одном и том же орехе. Это тоже Бродвей, видите, неплохой урожай. Так, вот это 846 код. Гэндхул. Такая же самая история. Друзья прислали, экспериментируем. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok